Всем привет! Вы слушаете 16-й выпуск SD-Casta, подкаст о разработке по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Лисаченко, руководитель отдела проектирования программного обеспечения в компании Альпаре. Саш, привет! Да, всем привет! Ну, в начале уже по сложившейся традиции стандартный вопрос, да, как ты попал в IT, как давно, чем занимаешься и вообще чем живешь? Ну, с IT у меня сложилась очень давняя история. На самом деле, с компьютером я буквально с первого класса, это еще были далекие 92-е годы, вот, и, в общем, сложилось у меня так, что попал в руки мне замечательный по тем временам компьютер-спектрум, вот, и, ну, в общем, понеслось у меня. Начал копаться в нем, начал изучать, ходил в школу, в станции юных техников, ну, и, в общем, потихонечку у нас образовалась такая небольшая группа, мелких парней, которые интересуются не только электроникой, но и компьютерами, ну, в общем, потихонечку начал заниматься как раз программированием. Слушай, а вот сразу перебью, расскажи, а у тебя кто-то в семье уже был знаком с компьютером, то есть, или ты был первый, как ты в семье? Нет, в то время только компьютеры появлялись, поэтому ни отец, ни мать, никто бы там ни был, с компьютерами не знаком, да и вообще, наверное, у нас в городе таких любителей было крайне мало. Понятно, понятно. Ну, ясно. Ну, и, в общем, постепенно, какой, кстати говоря, был твой первый язык программирования? Basic, пойди. Ну, да, сто пудово Basic. Тут без вариантов, конечно. Еще мне тогда попалось, не знаю, помню-то, такие, читать, слушать нашу такую замечательную операционную систему, было CPM. Вот, я еще в то время успел с ней поработать, вот, довольно-таки интересная вещь, но DOS ее быстро вытолкнул, и уже на корветах была своя какая-то операционка, уже точно не припоминаю, но было много чего интересного, что вспомнить. Так что с IT у меня довольно древние знакомства, и как-то по жизненной позиции я не отхожу ни от IT, ни от программирования, ни от электроники. Это как бы мое кредо, мое хобби, собственно, и, наверное, много кто со мной общается, могут как раз-таки подкидывать хорошие идеи, да и я подкидываю. Это так вот, в процессе. Ну, понятно, в общем, ты, кстати, уже давно, еще с молоду знал, куда, и чего ты хочешь. Да, было там даже замечательный такой гороскоп какой-то, не помню, подавил мама мне книжку, и в этом гороскопе в жизни нам написано, что он, дескать, близнецы, такого-такого-то года рождения, и у них по жизни может быть хороший успех, если они обратятся в область информационных технологий. Ну, я еще в тот момент посмеялся, думаю, ну ладно, посмотрим. Не обманывай, ну вы астрологи-то нас, не обманывай. Вот оно как, ясно. Ну ладно, а как ты попал в мир Веба? Вот тоже давай так, продолжим в этом ключе. Да, вот мир Веба, на самом деле, путь был уж, называется, долгий тернистый. Уж начинал я после того, как попрограммировал на бейсике, потрогал ассемблер, дальше была школа. В школе я постоянно участвовал на олимпиадах по информатике, и это был в то время еще Паскаль. Удавалось мне неплохо выступать, в принципе, в Казахстане родился, там же выступал. Выступал, наверное, за уровень города, за уровень области, и даже выходил на республиканские соревнования. Это вот по нашим меркам, это такое довольно солидное событие, и везде собирал первые места по Паскаль. Так что Паскаль когда-то был моим любимым фаворитом. Ну круто, круто, здорово. Да, дальше потихонечку меня начало прибивать системное программирование. Я интересовался операционными системами, даже написал, портировал библиотеку Delphi с визуальными компонентами, я ее портировал под DOS, под нулевой режим, и даже написал небольшой драйверок для работы в виде операционной системы. То есть она могла переходить за счетный режим, что-то там умела делать. Это больше, наверное, относилось к ассенглеру и к сям. Ну и дальше уже, наверное, стоит упомянуть университет. Там занимался я, кстати, по специализации электронные приборы устройства. Решил почему-то, что в жизни я с компьютерами и так еще накопаюсь, поэтому надо какую-нибудь такую пограничную науку выбрать, чтобы можно было знать то, на чем ты программируешь и понимать какие-то технические процессы. И там уже было, в принципе, наверное, больше C++, ну и какие-то тоже такие мелкие разработки. Но замечательный преподаватель у нас был, Шандаров Евгений, вот он как-то мне сказал, говорит, Саня, все, что ты делаешь, это, конечно, круто, но пойми одну важную вещь. Не за сишными дестопными интеллектами будущее, а за вебом. Вот, но я такой, не-не, Евгений Михайлович, как же так, Евгений Станиславович, мне же интересно. Он такой, ну, давай поспорим, что у тебя со временем будет веб-разработка. Ну, что-то посмеялись тогда. Это, кстати говоря, какой год был просто для справки? Год, где-то, наверное, 2007, где-то я был курсом на четвертом уже. И, в принципе, у нас пошла такая уже специализация технологии умного дома. То есть, у нас основные три курса – это подготовка по предметной базе, это всевозможные электроники. Ну, это как у всех, да, по-моему. Вот, начиная с четвертого, там уже, в принципе, на самые интересные дисциплины пошли. И среди них, вот, я так понял, что нас пытались развить в технологии красного дома. То есть, это интернет и возможность построить самому какой-либо девайс и заставить его как-то программировать. То есть, у нас таких специалистов пытались вырастить. Вот, ну и, в общем, занимался я у него. И, в принципе, и курсовой, и дипломный потом я уже писал у него. Как раз по вебу это было по ХП. Первое мое знакомство неуклюже. Да, были там такие... Стыдно вспомнить странички каждый контроллер, отдельная страничка на ПХП. Там же я HTML замешиваю. Ну, ладно, это нормально, все с этого начинали. Чего ты, как бы... Я недавно взглянул на этот код, конечно, посмеялся. Ну, тем не менее, разрабатывал я на дипломном проекте систему видеохостинга такую легкую. То есть, у нас был небольшой сайтец такой развернутый. Где-то даже он наружу смотрел. И там был конвертер видеофайлов. Файлвешник. И, в принципе, какая-то базовая система для пользователей, голосования, просмотра. В общем, что-то типа такого небольшой социальной сети, в которых можно там уложить какой-нибудь видосик и подписаться на RSS. Ну, по тем временам для меня это было первые, наверное, робкие шаги в мир веба. Ясно, здорово. Ну, у меня тоже там первые странички, знаешь, там, значит, на народе, там, на чат.ру, вот в тех... Ну, чат.ру, нет, там, народ.ру, да, туда все выкладывали. Я тоже тут где-то случайно нашел, наткнулся, думаю, о, господи, неужели я раньше такое писал? Понятно. Ну, здорово. Ну, и вот как, так сказать, веб тебя, в общем, зацепил, я так понимаю, да? Ну, мне нравится веб тем, что здесь, в отличие, вот, допустим, от того же системного программирования, не надо так следить за памятью и заниматься рутиной в виде интерпроцесс-коммуникашн, решения этих задач сложных, потому что вот когда человек поработает с вебом, потом уходит в системное программирование, это как бы нормальный путь развития. Вот когда из системного программирования приходит веб, как я, то первое время ты такая думаешь, ё-моё, какая же халява. Не надо за памятью следить, не надо париться по блокировкам между процессами, не надо париться между потоками, там, всевозможные ньютексы, локи ставить. Вообще, благодать сплошная. Ну, это с одной стороны, да, вот, Мэйн, но с другой стороны, ну, то есть это всё, конечно, да, всё так, я слышал не одно уже такое тоже мнение, да, но многие, знаешь, говорят, что, ну, вот, если люди сразу попали в мир, вот, там, скриптовых языков, ну, интерпретируемых, да, вот с такой халявой, как говорится, то им иногда очень сложно какие-то понимать базовые вещи, ну, почему-то считается, что это, ну, более низкий порог вхождения, да, соответственно, можно быстрее начать писать, что-то делать, уже увидеть результат, но при этом можно не понимать какие-то базовые принципы, базовые там памяти. Потому что когда ты в СИ, ты полюбас понимаешь, что должен понять там базовые структуры, да, как они устроены, потому что там списки, я не знаю, всякие такие деревья и прочее. Как работа с память? А когда ты там в мир PHP, ну, ты написал, там, забыл переменную очистить, ну, как раньше, скрипт помер, все очистил, все хорошо, а ты об этом даже не знаешь. В этом плане, наверное, согласен с тобой полностью, что если человек приходит сперва в мир веба, то вряд ли из него что-то хорошее вырастет. Поэтому, наверное, я и рад, и благодарен судьбе, что сложилось так, что я сперва, так сказать, прошел и грядки, и капусту в компилируемых языках, зато как бы подготовил техническую базу, вот. Ну, и плюс, наверное, образование тоже помогло понимать как-то не только язык программирования, но еще и архитектуру, потому что у нас рассматривать как раз такие вопросы. В общем, я рад тому, что я прошел это и знаю, как это работает, по крайней мере, это дополняет мои знания и расширяет их. Ну, мне кажется, это такой немаловажный фактор все-таки, то есть как бы вот он важен, то есть либо когда человек там из админства приходит тоже, потому что, понимаете, вот это сетевого всего стэка, а ты, ну, сейчас нет приложений, наверное, стендалон каких-то, да, почти все, что есть, это все так или иначе взаимодействует там как-то по сети с чем-то, и когда там люди не понимают, что такое DNS, что такое gethost by name, то есть вот такие вещи, это, ну, все-таки они должны знаться, просто там ночью разбуди и надо понимать, как это устроено. Ну, мне так кажется. Ну, да, согласен. Ясно. Ну, ладно, ну, давай немножко теперь иначе поподробнее про PHP поговорим, да, вот я знаю, ты тоже там любитель Symfony поклонник, скажем так, да, фреймворка. Расскажи, какими ты еще сталкивался и вот как ты вообще относишься к фреймворкам против, ну, так сказать, native, что называется, да, стендалон кода. Ну, по фреймворкам, по фреймворкам у меня на самом деле так удачно сложилось, что я попал в Москву, когда я устроился в замечательную фирму, по тем временам была, назывался Versam Mercury, который занимался хостингом. Вот. Они, собственно, ничем не пользовались фреймворком, но у них была очень хорошая крепкая команда разработчиков, вот, и среди них мне хотелось бы тоже отметить Вадима Крючкова, ну, это, в принципе, такой довольно известный тоже в мире PHP московский человек, вот, и я попал к нему, вот, и буквально месяца за два или за три, я, наверное, прокачал, наверное, процентов 20 своего багажа, своего багажа знаний в области построения и, там, объектно-датированной программирования. Это была как раз работа, которая прям как драйв меня поднимала, заставляла учиться, и я буквально, там, за два-три месяца, что я у них проработал, потом дальше, к сожалению, всех разогнали из-за нехватки денег, ну, всякое бывает. Ну, да. Вот, ну, касательно фреймворка, фреймворков, я активно изучал все, смотрел, мне нравится очень симфоний второй, и в нем особенно нравится дополнительный джекшн-контейнер, я считаю, что это, наверное, одно из величайших изобретений человечества, сейчас тут, наверное, стоит поблагодарить Фабьена, вот, что касательно Зенда. Зенд, что первый, что второй, к сожалению, не мое, и при возможности я бы его вдэфнул на правил. Вот. Но, к сожалению, сделать так нельзя, потому что ребята там тоже хорошие работают, и есть замечательные компоненты. Вот я, наверное, все-таки к Зенду отношусь как такой устоявшемуся набору компонентов, тот же там Зенду, да, простощить в Зенды кэш и прочие-прочие компоненты, которые, в принципе, неплохи. Вот. Но есть такое еще замечательное выражение, что Зенд – это Array-Oriented Programming, то есть программирование построено на массивах, там они повсюду, не знаю, как назвать, но, в общем, массивы везде, и это не очень приятно. Вот. Хотелось бы отметить, наверное, для слушателей такой фреймворка Clarival, на мой взгляд, довольно удачное решение, потому что позволяет стартануть очень быстро, сделать довольно удобно, и, в принципе, не париться с какими-то техническими сложными фреймворками, к которым я отношу Symfony. Ну, кстати, он сейчас набирает очень сильно обороты, прям активно так вот, судя по тому, что по шуму вот этому информационному, да, в интернете, и там по разным там выступлениям, докладам, как бы явно народ им интересуется. Ну да, потому что он сделан довольно неплохо, тут нечего греха таить, он у нас значительно проще, чем Symfony, но в то же время по функциональности, потому что они используют Depends Injection Container, сейчас вот Тейлор туда запиливает еще аннотации, в общем, недалеко от Symfony и в то же время быстрее, за счет того, что там очень много магии выпилено. Вот. Насчет e-фреймворка, тут двоякое мнение, вот, с одной стороны я знаю Сашу Макару, ну вот он довольно такой известный. Он, кстати, был в одном из выпусков у меня в гостях здесь. Вот. Прекрасный человек и прекрасный разработчик, вот, но вот все-таки мне кажется, что фреймворк, он какой-то такой хипстерский. Есть что-то в нем такое неловимо, не знаю, может быть русское, не русское, там, не знаю, что-то вот в лоб, что называется. Потому что там хочешь что-то сделать, делай в лоб. Не надо придумывать, как бы минимум паттернов. Ну, работает и, в принципе, занимает, наверное, по проектам в первой строчке, где-нибудь возле Falcon, я не удивлюсь. Так что, в принципе, хорошая вещь, но не для меня. Потому что я больше сложилось так, что я работаю в бизнес-приложениях. Вот, есть три категории. То есть, категория high-load проектов, есть категория бизнес-приложений и есть стартапы. Вот, я за свое время поработал, наверное, во всех трех категориях. Был у меня и high-load на Миртесен, был у меня и стартапы несколько, вот, и было у меня бизнес-приложение. Вот, и бизнес-приложение, к сожалению, писать на i, или Laravel, или на Zend, ну, как-то не очень. А вот Symfony – хороший фонимворк. Рекомендую. Ну, а, кстати говоря, вот про бизнес-приложение, как вообще, в принципе, тебе кажется, PHP, он нормально подходит для написания вот всяких таких бизнесов? Потому что обычно под, там, Enterprise, с Roam, обычно это Java, потому что SOA, и вот это все завернуто на вот всякие связи, сервисы и так далее. А вот как в это все, в эту экосистему вложиться в PHP? Превосходно вложиться. Потому что мы имеем у себя на работе, я вижу, что Java, в принципе, ненамного впереди пыха в данном вопросе, и написать на PHP сейчас бизнес-приложение при определенных навыках и знаниях вполне себе даже возможно. И системы, которые построятся в PHP, у них есть основное отличие от Java, они более масштабируемые, более расширяемые. Вот, наверное, хороший показатель, что нет никакого крупного проекта, аналогов какого-нибудь там того же Facebook, написанного на PHP, ой, на Java. Но нет их. Потому что есть технические моменты для приложений по масштабируемости. И когда мы говорим, что да, есть Highload, да, есть бизнес-приложение, на самом деле сейчас бизнес-приложение становится практически Highload-ом. Ну да, да. Сейчас уже такие нагрузки, что, в принципе, если раньше это как-то можно было еще разделять, там, разносить, да, вот, то сейчас, конечно, всякие большие, тяжелые. Обычно даже какая-то компания, то это распределенная, много там офисов территориально разнесенных, и все собирают там в одном месте, чтобы это все было прозрачно и удобно. Да. Поэтому сейчас, в принципе, не могу сказать, что PHP это только хомпейджи простые. Сейчас уже, наверное, это далеко не так, потому что появились нормальные средства в самом языке, в разработке, появились классы нормальные, появились интерфейсы, появились много-много-много чего полезного. Язык уже не такой медленный, вот, поэтому уже для Enterprise вполне себе. Ну да, там и NG, и прочие там на подходе хип-хопа, и как они там эти самые фейсбучные, HVM, да, вот, уже, конечно, побыстрее. Но все равно еще осталось, знаешь, мне кажется, до сих пор вот это наследство, когда там разные какие-то стандартные расширения, да, везде разные интерфейсы, по-моему, уже на эту тему много раз все смеялись, там троллили PHP. Но мне кажется, постепенно они все-таки как-то выравниваются, вот, приводят к какому-то такой четкости. Вот если сравнить в этом плане там Java или Python и PHP довольно забавные. В этих языках везде есть свои там соглашения, PSR, GSR, PEP и тому подобное. Ну да. Так вот, во всех остальных языках в NPHP их уже там десятки-сотни, а PHP – парочку. Причем пока пятые уже первые ему либо отменяют. Так что далеко нам еще до уровня такого вот комьюнити и более продвинутого, не знаю, как там, организации, стандартизации в языке еще пока, к сожалению. Ну, слушай, ну, все равно, как бы, мне кажется, там есть тот же самый там PHP-фиг, да, где как раз-таки Саша Макаров входит в состав. Есть там сейчас Facebook, да, выкатили свои там документы, поскольку они так его активно используют и вот развивают. Мне кажется, это очень сильно такой придает толчок и развитие очень интенсивное вот этому стандартам. Поэтому, мне кажется, тут не так много уже осталось времени, чтобы как-то это дело догнать и уже поставить на какие-то такие нормальные рельсы. Ну да, потому что, смотри, как раз недавно еще появились такие вещи, как альтернативные интерпретаторы. Вот, помимо CHVM есть еще EPHP на Ярланге, насколько я помню. Есть еще, по-моему, какой-то под Python тоже. Сейчас я не припомню, но их парочку появилось буквально недавно. И это какие-то альтернативные вещи, альтернативные реализации. Сейчас, допустим, тот же Энтони Феррара пытается свои редские сети продвинуть в качестве альтернативной имплементации, которая позволяет чуть ли не байт-код в ассендерный компилировать код на PHP. будет очень интересным, что он сделает. Так что движение действительно есть, и оно, наверное, в правильном направлении. По крайней мере, от PHP-разработчиков в ближайшее время отказываться точно не стоит. И спрос на них, как я вижу, все время растет. Ну да, да. Несмотря на то, что, знаешь, там PHP сейчас как-то в IT-шном каком-то мире, как в антитренде, да, там все, что, ой, фу, вот там же есть другие клевые языки. На самом деле спрос от этого не уменьшается. Это говорит о том, что все равно язык, в общем-то, востребован. Так что и нужен. Ладно, давай теперь вот немножко на такой вопрос говорим. Ну, кто-то знает, кто-то нет, что ты являешься там автором, разработчикам такого замечательного фреймворка, как Go, как его правильно прочитать, это просто, а об PHP, ну, аспект oriented programming, да, вот. Немножко расскажи, ну, наверное, в двух словах, в принципе, что это за фреймворк, да, вот, для чего он нужен и зачем ты его решил вдруг написать, чего тебе не хватало, в общем-то, в той же самой там Symfony или еще в других каких-то либах. Ну, вот здесь, наверное, такое довольно пространное объяснение будет. В общем, я сторонник чистого кода. После того, как я прочитал замечательную книжку Clean Code Маконова, у меня в голове сложилось несколько замечательных требований к коду, вот, и я стал замечать все чаще и чаще, что мне приходится писать везде однотипные конструкции повсюду в код. Это транзакции, это лайгирование, это кэширование, все, все мы привыкли писать, там, if not cache get, то бла-бла-бла выполняем. Ну да, да, конечно. И дальше в конце метода cache set. Соответственно, если у нас таких методов пять, вот, то в каждом из пяти методов надо эту замечательную конструкцию написать. А потом начинаем умножать на количество классов в системе и пошла свистопляска с написанием лайфтемплейтов в шторме для того, чтобы это все было удобно писать, там, сделать рефартеринг surround with cache section и тому подобное. Ну да, да, да. И вот как-то я подумал, интересно, неужели я первый человек, который думает, а нельзя ли это как-то там убрать, спрятать и вынести в общее место. Вот. И я заинтересовался научной работой Xerox Spark об аспектном антиопрограммировании. Вот. И полез копаться в Яву. Причем закопался я довольно сильно. Это было два фреймворка Spring и AspectJ. Вот AspectJ, я помню, да, что на слуху такой немножко на эту тему. Вот. Ну, AspectJ – это вообще стандарт де-факто в мире АО, потому что он появился одним из первых как раз и он, в принципе, реализует максимальный набор примитивов в аспектном антиопрограммировании и максимальное количество так называемых joint-поинтов, точек, куда можно поставить дополнительный хук. Вот. И, в принципе, я понял, что АОП-это не такая страшная штука. То есть, по факту это некоторый такой, я бы сказал, медиатор, либо event-диспатчер, кому проще, как сказать, который позволяет в любом месте системы определить некоторую точку и бросить так называемый event и обработать его с помощью советов. Вот. Я стал смотреть, а неужели на PHP нет ничего такого, что можно было бы использовать. И, к моему большому удивлению, я не нашел ничего стоящее, потому что то, что мне попадалось на глаза, либо уже успело умереть, либо делало просто какую-то необразимую лапшу из хода. То есть, в первоначальной реализации они предлагали, что делать. Они брали класс аспекта, брали класс оригинальный и, грубо говоря, все перемешивали по варешкой и сохраняли в виде отдельного сформированного файла. В итоге потом, если его открыть там файликом на просмотр в какой-нибудь IDE, там такая просто жесть творится, что лучше, так как говорится, не заглядывать. Вот. И я начал думать о том, как можно это сделать. Вот. Решил, что у меня будут настоящие декораторы. То есть, я не буду никогда трогать, в принципе, оригинальный класс, ни их структуру, ни тело самих методов. Оставить их есть. И долгими-долгими вечерами и годами, у меня по факту заняло где-то года два или три на написание полноценной первой реализации, появился он на свет. И, в принципе, наверное, сейчас это, наверное, единственное такое решение, которое может быть применено к любому фреймворку. То есть, это нормальная полноценная библиотека, которая, в принципе, ни от чего не зависит и может быть использована как в том же, не знаю, и фреймворке, как в Laravel, так как в Zendia, в Symfony с ограничениями, но, в принципе, тоже можно притянуть. Вот. И она позволяет решать проблему как раз вот сквозной функциональности, благодаря тому, что можно вот этот вот общий код, повторяющийся, к примеру, cache-get, cache-set, вынести в отдельный метод и как бы в той точке, где нужно будет закешировать, просто определяются какие-то маркеры, вот, которые позволяют процессору АОПа пройтись и модифицировать код метода. То есть, для разработчиков это выглядит очень прозрачно, и, в принципе, в любой точке кода можно поставить брейкпоинт как в оригинальном методе, допустим, так и в классе аспекта запросто. Понятно. А расскажи немножко еще раз поподробнее. То есть, у тебя вот есть как бы некий там набор классов, да, исходников, которые. Дальше мы хотим прикрутить к этому делу некие вот такие, ну, как сказать, хенты, я не знаю, там, советы, да, как ты назвал их по-русски. Вот. Ну, банально, да, хороший пример, я согласен, либо кэширование, либо то же самое, там, логирование, залогировать, там, не знаю, действия где-то, да. Соответственно, вот мы что, мы, значит, прописываем какими-то, ну, какие-то там, не знаю, хенты делаем в коде, да, для того, чтобы указать, либо как он работает, как настраивается, немножко поподробнее расскажи. Ну, смотри, есть несколько вариантов. На мой взгляд, самые явные, самые удобные, это, допустим, самый первый вариант, который я назову, это добавить в док-блок конкретного метода. Ну, аннотации, да. В эту аннотацию. Это самый простой вариант, то есть мы берем какой-то наш существующий метод, вот, и к нему в док-блок аннотацию вписываем, допустим, кэшебл и указываем время кэширования. Что дальше происходит? В момент, когда фреймворк будет загружать такой класс, он посмотрит, ага, у этого класса есть аннотация там метода кэшебл. Окей, хорошо. Вот, и где-то там у нас есть совет, который говорит, что все методы, которые имеют аннотацию кэшебл, должны быть кэшированы. И указано тело совета, как кэшировать. Соответственно, наш хук получит информацию, при вызове этого метода, получит информацию о самом вызове и сможет проконтролировать вообще полностью поведение этого вызова. То есть, он может вызвать как оригинальный метод для того, чтобы получить значение, так и полностью обойти вызов оригинального метода. Это довольно-таки забавно выглядит, особенно на Symfony. Можно, к примеру, сделать у security компонента из Granted всегда возвращать true с помощью аспекта. И тогда вся система безопасности Symfony выходит в глухую оборону. Ну да, у них же тоже, я вот как раз-таки хотел привести как пример, что да, в той же самой Symfony, у них же там все построено на ивентах, внутренняя вся система. То есть, там все везде шлется ивенты. Тут как раз-таки вот аспект очень хорошо тоже так вешаешь на эти ивенты и действительно там где надо, везде возвращаешь какие тебе нужны значения. Ну, на самом деле Symfony и ее Event Dispatcher – это урезанная версия по факту АОП, потому что АОП – это более общая парадигма, которая позволяет выйти чуть дальше, чем уровень объектно-ориентирования, программирования, потому что она позволяет определять связи между компонентами, не залазив в сами компоненты. По факту, наверное, Event Dispatcher Symfony – это есть тот самый механизм расширения функциональности, когда они говорят, ребят, ну да, вы хотите там расширить функциональность вашего метода, давайте вы сделаете ивент, и на этот ивент будет кто-то подписываться, а дальше уже можно будет просто накидывать теги, накидывать лиснеры и все хорошо, у вас расширяемый код. Ну да. То же самое с аспектами, вы указываете какие-то методы, но единственная тонкость – вам не нужен Event Dispatcher совсем, вы можете классами взаимодействовать между собой через адвайсы, через джоинт-пойнты. Это, на мой взгляд, более удобный механизм, потому что у него абсолютно нулевой каплинг. То есть это вообще, если мы используем медиатор, у нас все равно есть зависимость от компонента Event Dispatcher, он все равно заинжетит, и появляется все равно какой-то такой легкий каплинг с компонентами системы. В случае же АОП этот каплинг может быть сведен к нулю. То есть компонент будет целиком самодостаточный, однако внешний фреймворк обеспечит хвуки и обеспечит взаимосвязь, что довольно-таки выигрышный момент вообще во всей этой парадигме. Ну да, вот это, кстати, такой очень немаловажный момент, да, что у тебя полностью работоспособное приложение, ты спокойно можешь к нему привязать свои аспекты, и при этом у тебя приложение абсолютно останется работоспособным без него, и ты действительно как бы этот уровень связывания просто сходит, можно сказать, на нет, ну так по большому счету. Да. Понятно. Ну, здорово. Скажи, ты сейчас вот его там один разрабатываешь или кто-то уже есть какой-то комьюнити вокруг этого проекта? Разработка основная, в принципе, наверное, уже как таковая завершилась. Сейчас уже фреймворк. Я хочу наконец-то сделать тесную одиннольную версию, потому что, в принципе, он уже стабильный, его используют уже более чем 500 звездочек на GitHub, более 40 тысяч инсталляций на пкэджисте, и, в принципе, я смотрю по статистике GitHub ежедневно там по 100 клонирований за день. Это уже, в принципе, такая точка, когда я могу сказать, что да, я сделал полезное дело, и, в принципе, оно уже живет, то есть его уже надо подтюнивать, настраивать, но в целом уже ничего конкретного делать не нужно. Но, к сожалению, по комьюнити пока что мелковато. Не так много людей, которые готовы вкурить в эту магию и понять, как вообще устроены стрим-фильтры, как все это дело завязано с обкод-кэшерами, как вообще анализировать статический код. В общем, таких пока смельчаков было на моей памяти там человек пять. Но и то они так с краю заходили и тут же уходили. Ну, что ж, да, дело непростое, согласен, не каждый готов как-то в это дело вложиться, влезть, я имею в виду, и как-то начать изучать. Ну, зато я понимаю, ты-то, по крайней мере, в этом уже, в общем, разбираешься ого-го как, ну, поскольку сам все написал, как говорится, и уровень уже, конечно, мастерства зашкаливает в этом направлении. Тут, как бы, наверное, все-таки хотелось бы как-то обращаться к комьюнити. Я всячески стараюсь на своем сайте выкладывать какие-то примеры, пытаясь еще каких-то людей найти, которые мне помогут на английском писать, вот, потому что основной контент у меня все-таки подается на английском для того, чтобы можно было общаться с иностранными какими-то разработчиками, обсуждать какие-то... Ну, да, все-таки их по факту больше, больше числа англоговорящих, чем русскоговорящих. Ну, да, и вот, к сожалению, все-таки, наверное, отмечу, что довольно мало таких вот крупных, наверное, разработчиков, которые, в принципе, могли бы в России подхватить проекты, которые могли бы там помочь. То есть, на мой взгляд, у нас вот в этом плане комьюнити страдает, чем европейская. Потому что европейская комьюнити, она значительно развита, значительно готова к обсуждению, к помощи, к каким-то решениям сложным вопросам. В общем, нас надо учиться у них этому. Ну, да, что ж, будем пытаться и приносить свой вклад. Кстати, коль уж мы заговорили про европейское сообщество, да, давай вот поговорим на такую тему. Ты недавно, ну, в мире PHP было очень такое значимое событие, но особенно в мире Symfony. Это ежегодная такая большая конференция SymfonyCon. На этот раз она проходила где-то в Испании, и я знаю, ты там был. Вот, поэтому пока еще, так сказать, свежо, свежо все в памяти. Расскажи, как это было? Ты, кстати, там первый раз был или до этого уже бывал? На конференции такой уровень первый раз. Вот, а да, тем более будет интересно услышать твои какие-то впечатления, ну, и именно какие-то эмоциональные впечатления, ну, и что там было интересно, какие там были доклады, с кем ты там пообщался. Я так вот читал тебя в Твиттере, ты там постил, что и с этими пообщался, и с этими, и там так клево, и тут то обсудили. Вот, давай, послушай. Ну, да, все то позитив, которое я там получил, передать не смогу, но по большей части постараюсь. В общем, конференция проходила в Мадриде, это, наверное, одна из крупнейших международных конференций по симфонии, вот, и туда, наверное, собираются разработчики, ну, со всего света, это точно, потому что были и со штатов, и с Европы, с России, с Украины, с Латвии, с Эстонией, в общем, география очень широка, и реально было интересно посмотреть на все это комьюнити, потому что такое количество специалистов в одном месте, да и на таком уровне действительно стоит посещать. Вот, что касательно самой конференции, она проходила два дня, вот, потом был еще один день хакатонов, и перед конференцией были еще дни обучения, тренингов. Ну, у меня тренинги, в принципе, не были интересны, да и стоят они, в принципе, немало, вот, я прилетел в Мадрид в среду, у меня, в принципе, был день на то, чтобы посетить этот город, вот, я туда полетел вместе с женой, вот, чтобы было и ей интересно, и мне интересно, в общем, мы занялись своими делами, вот, но погода, к сожалению, в Мадриде была не самая радужная, то есть там была такая настоящая, причем, я бы сказал, российская осень, вот, то есть там с утра и до вечера видел дождь, поэтому те, кто были на конференции, всем было сухо и комфортно, а все, кто ходил подождь... Чтобы не отвлекаться, так сказать, за хорошую погоду за окном... О, там вообще не было времени на то, чтобы отвлечься, потому что доклады один за одним, и, в принципе, надо было только слушать и прям с открытыми ушами, потому что там были и Бенджамин Эберлей, это разработчик Доктрины, один из основных ведущих, там был и Джулиан Паули, это сейчас мейнтейнер и релизменеджер версии 5.5 пыхом, вот, ну и заодно же он работает сейчас в Sensualabs, занимается профайлерами, занимается оптимизацией симфоникода, ну и, в общем, работает на уровне экстеншенов. Были там и Джереми Микола, и многие другие ребята, Джорджи Багиана, это разработчик композера, в общем, народу было действительно очень много, вот, и, ну, естественно, там был Фабьен и вся его группка, то есть, можно было поочию лицезреть этого человека, вот, ну, как, наверное, дальше, наверное, пройдусь по докладам, отмечу те, которые мне понравились. Мне понравился доклад Бенджамина Эберлей, он рассказывал про такую замечательную вещь, как флаги в коде. Очень часто требуется в коде, допустим, проверять какую-то фичу. И нам нужно на момент тестирования или на момент внедрения на продакшн иметь удобные рубильники для включения фичи. А фича может быть как дополнительный сервис, как роутинг. Вот, и, как бы, у него рассказ был как раз по поводу того, как же это все сделать с помощью симфони, как делать роутинги, какие-то дополнительные реквайринты, которые будут проверяться диспатчерами и лиссонерами. Вот, на мой взгляд, интересный доклад. Если вы посмотрите все его либо в записи, либо в слайдах, думаю, можете подметить много полезного. Надо будет тоже посмотреть, интересно. Следующее, что я для себя особенно отметил, это, наверное, доклад, по-моему, Хавьера. Не помню точно, как его фамилия, но пускай будет Хавьер. Он рассказывал про симфони Типс и Трикс. Кстати, в последнем, извини, чуть перебью, да, фамилия его страшная. Я вот сейчас специально открыл даже сайт симфоникона, там, Эггвилис, как-то так страшно это звучит. Да, я, конечно, не рискнул произнести. Просто я к чему, что я заслышал на днях последний выпуск Sound of Symphony, это такой unofficial symphony подкаст за авторством Магмуса Норлэнда и Тобиаса Нихальма. Они, кстати, тоже были на этой конференции. И вот, собственно, записывались там с кучей таких маленьких блиц, как бы сказать, ну, звали, в общем, гости всяких товарищей, в том числе и некоторых выступающих. И вот тоже, значит, тоже отмечали, а кому какой доклад больше понравился. Вот они, значит, за все время ни разу не назвали фамилию Хавьера. Все говорили, ну, Хавьер, да, вот он, он, его доклад мне понравился, Tips and Tricks. Да, продолжай, извини, перебью. Ну, да, вот Symphony Tips and Tricks, вот этот доклад, он очень интересный, на мой взгляд, с практической точки зрения, потому что там рассказаны какие-то такие тонкости, которые не всегда все знают. К своему величайшему стыду я некоторые вещи не знал, и для меня этот доклад был не только так вау, но и в то же время такой легкий укор себе, почему я раньше этого не знал и не использовал. То есть там обязательно к изучению, к рассмотрению, потому что очень много вещей полезных, рассказано, которые позволяют, ну, если не сделать проще разработку, ну, так, по крайней мере, значительно соптимизировать, а где-то даже и ускорить ее процесс, поэтому надо посмотреть. Вот. Что еще припоминается? Припоминается доклад, наверное, Жюльёна Павли по мускулу НД. Был, на самом деле, странный момент, когда он спросил, там, типа, слушатели в зале, кто из вас использует мускулу НД в продакшн, поднимите руки. Странный момент, поднял руку только я, еще один человек, тут я подзадумался. Неужели никто не знает, что такое мускулу НД и что он... То есть народ до сих пор еще, может быть, еще и МСКЛ просто не МСКЛ и даже юзает? Так вот непонятно, то есть, как бы, с одной стороны расширение идет по умолчанию в ПХП и не знать его, ну, я допускаю, что, возможно, никто и не пускается до этого уровня, потому что, ну, кому какая разница? Есть там сверху ПДО, есть там мускулай, а что уж под ним? Ну, ладно, видать, не так уж интересно. На самом деле это довольно-таки интересная экстеншн, потому что он позволяет подключать к нему дополнительные другие экстеншн, такие как мускулун ДУЭйдж, мускулун ДМС. В частности, мускулун ДУЭйдж – это экстеншн, который позволяет, наверное, реализовать кусочек аспектно-ориентированного программирования в том плане, что он дает возможность сделать хуки. Хуки с уровня мускул на вызовы, квери-запросы, на коннекшены, на закрытие сессий, на транзакции. И это все с уровня ПХП. То есть для меня это такая богатая возможность, и спасибо Жульону, что он об этом рассказывал, потому что много возможностей. К примеру, одна из таких возможностей – это репликация. Когда мы объявляем некоторый пул и говорим, вот у нас, допустим, уходит селек запроса, мы можем проверить метрику по запаздыванию каждой реплики. Если вдруг реплика устаревает, то мы отправляем запрос на мастер-слейв, на мастер, точнее. А если у нас все хорошо, то наоборот все запросы на чтение отправляем на слейв. Все это можно решать теперь не на уровне администраторов, настройка там прокси или множества коннектов, а вот с помощью такого замечательного экстеншена, как MusconeDUH или EMS. Как бы уже, наверное, кто как хочет. Ну и, наверное, важный момент, то, что использование этого экстеншена ускоряет значительную работу ПХП и сжимает потребление памяти раза в два, это точно. Так что это обязательно к использованию. Понятно. Полезная штука, да. Вот. По докладам что еще интересного было? Сейчас попробую вспомнить. Понравился. Кстати, интересно. Джорди впервые сделал нетехнический доклад. Он рассказывал как раз о том, как стать более крутым программистом. И у него был впервые нетехнический доклад. У него такой, не знаю, больше психологический доклад был. Вот. И он рассказывал о том, как не сгореть на работе. Видать, он пока там пилил композеры и пэккеджес настолько упарился, что решил, нет, надо все-таки уметь отдыхать. И он как бы рассказывал свой экспириенс, как расслабляться. У него там везде были всякие мишки в виде пингвинов, жирафов, там, пляжей и тому подобное. То есть народ релаксировал. А вместе с тем как бы думал о том, что, да, что работа это, конечно, важно, по ХП это важно, но отдыхать надо тоже уметь, потому что без этого вы не сможете сделать более крутые вещи. Здесь я, наверное, его подержу, потому что хороший программист тот, у которого голова варит, а не тот, который там не досыпает, ходит по ночам, пьет кофе тоннами. В общем, себя надо тоже жалеть для того, чтобы сделать более хороший продукт. Ну да, я с тобой согласен на все сто. Вот. Был доклад по поводу user experience в Drupal community. А, нет, user experience просто это один доклад по тому, как вообще развивается сейчас в ПХП, в частности, Symfony это движение. То есть сейчас довольно-таки интересная тема. Чтобы сделать Symfony более удобной, ребята собирают все иши, помеченные тегом dx, вот, и стараются как бы привлечь людей к тому, чтобы постить такие иши и находить способы, как сделать их лучше. К примеру, там, не знаю, вот, сейчас Symfony ставится не так прозрачно, хотя, в принципе, композер create project Symfony стандарт, и вроде бы уже все готово. Но на самом деле нет. Хочется, чтобы это было интерактивно, было удобно, было просто, вот, и ребята как раз начали этим заниматься. На мой взгляд, позитивный момент, потому что он направлен в сторону комьюнити, в сторону упрощения использования кода, в сторону упрощения использования фреймворков, ну, и как бы в целом упрощение разработки – это хороший момент. Ну, согласен, да, потому что хоть и композер, конечно, скрашивает все тягости и какие-то там подводные штуки, но вот то же самое там, да, create там стандартный project, там кому-то хочется ставить examples, да, вот этот Acma Bundle, кому-то нет, вот, всякие такие мелочи, но они, тем не менее, ну, когда, если бы оно было интерактивным, то, конечно, наверное, это было бы кому-то полезно, согласен. Кстати, а как вообще, в принципе, вот, что там Хавьер, ой, Фабьен говорил, собственно, в принципе, про дальнейшее развитие Symfony, да, там вот я слышал, что они там 3.0, но они их 3.0 хотят сделать не чем-то революционным, а просто такое плановое развитие второй ветки, то есть выкидывание кучи старого, там, кода, соответственно, да, Legacy, вот, что, было что-то такое, какие-то разговоры на эту тему? А, по Фабьену еще замечательный факт вспомнил, в общем, по Фабьену было интересное у меня совпадение, в общем, пошел я на обед, и так получилось, что пошел я довольно поздно, вот, увидел освободившийся столик какой-то, сажусь, спрашиваю там у товарища свободный ли стол, вот, и в принципе не обратил внимания, кто за человек, вот, сажусь, а потом уже когда начал кушать, читаю табличку и вижу, что это Sensualab, ничего себе, вот, и вокруг меня начинают садиться все, как раз все звезды, все организаторы конференции, и в том числе Фабьен, вот, у меня состоялся замечательный разговор как раз с организатором одним, я рассказал про Alpari, что мы используем Symfony, что у нас там более 40 разработчиков, что мы сервисную архитектуру используем, что, в общем, все на Symfony, в общем, живая такая беседа, он такой, о, я должен вас познакомить обязательно, вот, с тем замечательным человеком, в общем, мне удалось даже напрямую поговорить с Фабьеном, познакомиться, вот, и мы где-то минут, наверное, 10-15 с Фабьеном общались по разработке, по, вообще там, по моему фреймворку, тоже представил, что я разработал, вот, ну, в принципе, это была самая такая эмоциональная у меня... Ну, это вообще клево, очень клево, просто супер. Пообедать с самим Фабьеном и обсудить какие-то вещи, еще плюс попиарить заодно фреймворк свой, и не только и компанию, это было довольно-таки интересно. Ну, надеюсь, что мы дальше будем работать в этом направлении, в частности, скорее всего, с Нового года на сайте Symfony в разделе Showcases появится информация о нас, надеюсь, вот, о том, как мы используем Symfony, что у нас есть, ну, и, в принципе, я думаю, для крупнейшего Forex-брокера не только России, но и вообще во всем мире, который использует Symfony, это будет достойное место, потому что мы его используем, и используем, на мой взгляд, очень интересно, у нас есть чем поделиться знаниями с разработчиками, будет интересно. Будем ждать, да, конечно. Ну, а что касательно Symfony? Вообще, Фабьен сказал, что третья версия не будет содержать каких-то там революционных изменений, то есть, в целом, они собираются оставить все те API-интерфейсы, которые у них были, то есть, не будет каких-то таких серьезных backward compatibility break-ов, вот, на мой взгляд, это позитивный момент. Будут какие-то, скорее всего, изменения в компонентах, так или иначе, потому что с ними сейчас, если неудобно работать, то хочется все-таки воспользоваться моментом и сделать какие-то вещи более правильно. Вот. Ну и заодно они сейчас пытаются продвинуть свой профайлер, возможно, это будет тоже интересно для слушателей. Компания Essential Labs сейчас активно разрабатывает и продвигает в массы свой новый профилировщик, называется Blackfire.io. Вот. И на этой конференции, как раз Фабьен, представил для аудитории этот профайлер, была возможность посмотреть на него. Вот. То есть, они прям в прямом эфире, что называется, открыли сайт Symfony.com. Ну, видать, не совсем прямая ссылка, потому что я так подозреваю, что у них в любом случае должен быть там либо варниш, либо еще что-то, потому что без этого подебажить бы им вряд ли бы удалось. Ну да, конечно. Но, тем не менее, как бы это выглядело эффектно, то есть, они сняли профиль, это все выглядит, конечно, так красиво, а-ля, красиво пестровато, глаз сразу цепляется за интересные моменты. Понравилось то, что там есть возможность настраивать фильтрацию, к примеру, ноды, которые занимают много времени, ноды, которые занимают собственное выполнение, которые занимают больше определенного времени. Вот. И возможность, что я для себя больше всего отметил, это возможность сравнивать диффы между несколькими профайлерами. Насколько я сейчас знаю, ни один профайлер современно не показывает визуальную дифференцию. То есть, к примеру, берем профиль, берем второй профиль. Ну да, где, какие разницы там по времени выполнения, да, там по графу где-то, что такие вот эти штуки, да, ты имеешь в виду? Да, да, да. То есть, он показывает как раз вот эти штуки, причем показывает их наглядно, подкрашивает цветами, там, чем краснее, тем больше времени, и показывает еще визуально. То есть, можно прям понять, что, ага, вот же, блин, нифига себе, целый блок, который тормозит. Вот, и там был прям реальный юзкейс, и когда прям тут же человек пришел, сказал, вот, я уже улучшил там поведение своего сайта, потому что я вот сейчас проанализировал с Blackfire его, вот, и сразу нашел какие-то там тонкие моменты. Вот, то есть, они позиционируют его как сервис, который готов для работы в продакшене. То есть, если мы не используем профайлер, как XD-баг в проде, то Blackfire его можно поставить и в проде, потому что он, по заверениям разработчиков, кушать не просит. Однако, я бы, наверное, все-таки предостерег наших слушателей от того, чтобы использовать в продакшене, потому что Blackfire его — это все-таки SaaS, то есть, они предоставляют решения в виде агентов, в виде... Ну да, я вот только хотел сказать, что это надо понимать, что это не просто как там XD-баг расширения, которое у тебя стоит, и там на этой машине ты можешь там цепляться, смотреть, а это такая двухкомпонентная, двухзвенная штука, то есть, у них стоит сам сервис, они тебе на машину, ты ставишь, точнее, сам себе, некий агент, который, значит, собирает всю информацию, отправляет к ним, и, знаешь, ты уже заходишь, там, логинишь с помощью там Сан-Силабовского аккаунта, и, значит, смотришь все свои там профили. Вот момент важный. Ну да, и получается так, что если как бы поставить на продакшн себе такой сервис, то через пару минут Symfony Essential Labs будет знать о всех компонентах и бандлах, которые вы точно используете у себя, поэтому если вы готовы делиться этой информацией, то как бы делитесь, мы не готовы. Ну да, тут вот, опять-таки, это вопрос в том, да, когда и какое-то у тебя коммерческое там решение, и особенно там не очень такое, ну, сложное, и, возможно, там заказчики специфические, то ты вот такими всякими, конечно, с асами, пасами и прочими вещами уже ограничен в них. Да, это вот хорошо, наверное, для каких-нибудь open source решений, да, вот ты, кстати говоря, тут за кадром обмывался, что ты прикрутил его к своему, собственно, аопу, вот расскажи немножко, как здесь. Ну, вкратце, было интересно попробовать, что же это такое за зверь Blackfire.io, вот, я решил попробовать на своем сайте demo.aup.php.com, вот, он у меня вертится на Heroku, и Blackfire.io имеет как раз возможность интеграции и легкой установки в Heroku, чем я решил незамедлительно воспользоваться. В общем, ставится довольно просто, нужно в Toolbelt-е Heroku прописать всего две конфигурационные настройки, это серверный идентификатор и агентский идентификатор, после чего нужно просто перезалить приложение или перезадеплоить, кому как нравится, вот, и все, в принципе, готово. Дальше открываем Chrome, ставим себе дополнительный экстеншн для Chrome, нам тоже стоит отметить, что у них пока что поддерживается только Chrome, Mozilla с Firefox, у них пока еще и там, по-моему, Safari еще не поддерживается. Вот, и дальше в браузере запускаем с помощью кнопочки Play сбор информации прямо на проде. Вот, в этот момент отправляются, я так понял, запросов где-то в 10 для усреднения времен, чтобы не было каких-то там пиков, аномалий и тому подобное. Вот, и дальше, с помощью, видать, дополнительного хидера в запросе серверный экстеншн собирает некоторый профиль, который потом отправляет на сервер Blackfire.io, вот, и он появляется в виде так называемого слота в интерфейсе. И дальше уже можно его прям тут же ткнуть и полюбоваться на всю эту красоту неземную, потыкать в элементы. Вот, но для меня, собственно, было интересно посмотреть визуальную дельту выполнения кода с включенным АОП и без него. Ну да, конечно, ага. И что? Самый смарт, что называется. Вот, и я запустил как раз второй профиль по той же самой страничке, но с отключенной кнопкой АОП. Она находится там в правом верхнем углу, если вдруг кто полезет тыкать, милости прошу. Вот, и, в принципе, профиль получился довольно-таки интересный. Я сравнил All Difference, и он мне очень понравился, потому что я еще раз подтвердил свое внутреннее знание, что фреймворк оптимизирован очень неплохо. Там видно, что на Bootstrap под Heroku уходит порядка 15-17 миллисекунд, а на выполнение метода добавляется еще там по пару миллисекунд на вызов. То есть, в принципе, если мы рассматриваем какой-то продакшн, то под версией 5.5, без обкэша, без ничего, фреймворк в продакшн-режиме поднимается за 15 миллисекунд. Это вот абсолютная величина. А дальше уже все зависит от того, как часто вы используете советы, а как правило, при правильной разработке ПО адвайсы применяются корневым методом, к примеру, сделать что-то, выполнить вот это, и вызовов советов происходит максимум 10 на весь вызов. Так что потери какие-то минимальные. Ну и в то же время я еще дома экспериментировал с веткой PHP-7, так называемой PHP-NG. Вот, так там результаты вообще, конечно, фантастические. Там можно включить на полный обкэш, отключить проверку файла end-time и получается просто волшебная вещь. То есть 3 миллисекунды – это без аспектов и 6 миллисекунд с аспектами. То есть вся страничка трапится, запускается и отрабатывает. Это для меня, это вообще, конечно, очень мощно. Цифры такие совсем прям просто милипусечные. Здорово, здорово. Слушай, ну, что, наверное, про Symfony.com вроде бы так основные моменты осветили, мне кажется, да? Да, то есть там еще, в принципе, были какие-то такие неформальные встречи. Ну, это тоже из приятного. Какая же конференция без автопать? Ну да. Да, и в принципе, ну, как всегда, наверное, на всех конференциях есть отдельная там автопати для спикеров и отдельная автопати для всей остальной, что называется, челлиги. Ну вот, я, в принципе, как остальная челлиг, пошел на автопати с остальными разработчиками. Там был как раз вот и Магнус, и ребята, которые записывают подкасты, о которых мы упоминали сегодня. Ну и помимо этого, было там, ну, человек где-то 30 в небольшой комнатушке. Вот, традиционные испанские тапосы, пиво. В общем, все было довольно неплохо. Подняли неоднократно тосты за Symfony, так что, думаю, Symfony будет крепнуть. Ясно. Здорово. Слушай, ну, я думаю, что на этой позитивной ноте можно вполне себе и поставить такую точечку в нашем подкасте. Как раз мы где-то час примерно пообщались. Вот, так что спасибо тебе большое, что все-таки нашел время, мы все-таки записали. Ура! Этот подкаст. Вот. Уважаемые слушатели, ну вы, так сказать, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пробуйте там аспект фреймворк. Если будут вопросы, задавайте их Александру. Я думаю, он без проблем на них поможет ответить. Вот. А если накопятся какие-то такие теоретические и рассуждательно-познавательные вам темы, то пишите в комментариях. Я думаю, Саша не откажется прийти в гости еще раз и обсудить их. Да, конечно. Спасибо тебе, Костя. Спасибо вам, слушатели, за, в принципе, за внимание, которое уделили нам. Вот. Ну и писать можно не только, наверное, Косте, но и мне в Твиттер. Я в Твиттере по нику Лисаченко. Ну мы, да, добавим в шоу-ноут обязательно все ссылочки. Так что. Ладно, что ж, все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Пока.